и с вами, как обычно, по четвергам, Лаврова Светлана. И сегодня я бы хотела затронуть такую тему «Генетический здоров». Почему именно такая тема и почему именно такое название? Это действительно истинная правда. Истинная правда, почему? Потому что мы изначально, когда приходим, скажем так, в этот мир, я не знаю, как по-другому сказать, мы действительно генетически здоровы. То есть у нас есть определённое число хромосом, которое передаётся с маминой стороны и с папиной стороны. И оно выстраивается именно в такую достаточно гармоничную цепочку. Я не беру сейчас исключения. Да, есть, конечно же, некоторые моменты, когда детишки рождаются с определёнными заболеваниями, которые, ну, как многие врачи говорят, что они неизлечимы. Это немного другой случай, который касается непосредственно мамы и папы. И их можно будет разобрать отдельно, но, скорее всего, это, конечно, не в общем эфире. И это имеет место быть. Но изначально мы все генетически, у нас очень ровно, очень гармонично вот эта вот генетическая цепочка. Потом в процессе, когда, смотрите, когда рождается ребёнок, у нас вообще всё на поверхности лежит. Я ещё раз повторюсь, что все ответы на абсолютно все вопросы лежат на поверхности. Вы, наверное, все знаете, что когда ребёночек рождается, у него темечка открыта. То есть здесь, когда он… Мы видим даже вот мамочки, наверное, помнят, что здесь прям такая вибрация. То есть можно пульс потрогать по темечку на головке. Но у нас каждый ребёнок рождается не только с открытым темечком, но и каждый ребёнок рождается с открытой клеточкой. Каждая клеточка открыта. И в каждой клеточке максимум информации, которая есть по его генетическому роду, да, так сказать. И мы очень старательно, очень умело, нас достаточно много поколений учило, как эту клеточку закрывать, чтобы себя обезопасить в этом материальном мире. И когда вот эти клеточки закрываются у нас, у нас происходит сдвиг вот этой вот самой генетической цепочки. И когда у нас происходит сдвиг генетической цепочки, у нас вылазят определённые заболевания, которые идут через психосоматику, но не через попсовую психосоматику, да, я не хочу никого обидеть, но не через поверхностную психосоматику, а именно через углублённую. То есть что я имею в виду? Если у человека, то есть, как мы говорим, это вот родовая болезнь, это ещё что-то, я бы сказала, это просто, это паттерн поведения, который закрепляется по определённому роду. Вот когда у нас говорят, я там избавлю от родовой, там, кармы какой-нибудь, от ещё чего-то, никакой кармы вот такой вот прямо, чтобы вот, она, конечно, это слово можно назвать кармой, можно назвать паттерном поведения. Вот. И когда есть определённый паттерн поведения, то при закрытии определённых клеток в различном периоде становления ребёночка меняется, меняется вот эта вот генетическая цепочка, и если в определённом, в определённом контексте есть какая-то слабинка, ну, назовём это в характере, но это очень грубо, да, в поведении, там, ещё что-то, то через вот эту вот слабинку выдаёт на определённом уровне заболевание определённого органа. И когда мы владеем вот этими знаниями, когда мы владеем самим собой, то мы можем проработать каждый механизм нашего действия, существования в этом мире, разобраться, почему он пошёл, и после этого у нас клеточка встаёт на место, и после того, как у нас клетки встают на место, у нас приходят вот эти вот осознания, и после осознания, как многие говорят, там, пробуждение, то есть я уже говорила, да, что пробуждение – это начальная ступенька, если вы пойдёте дальше, то есть на ней можно остановиться, и оно клёвое, а можно идти дальше. Вот. И когда мы находимся вот на этом периоде осознания, пробуждения, там ещё как-нибудь можно назвать, когда мы уже готовы подойти к своей клеточке, то мы можем эти клеточки раскрывать, не доставая информацию, а информацию, когда мы эти клеточки раскрываем, то информация у нас как бы начинает литься из этих клеток. Вот. Это как раз то, о чём мы будем вот на этом ретрите, который будет 17 числа, это то, о чём мы будем говорить, и что мы будем раскрывать, то есть мы попробуем углубиться вот туда, потому что я уже говорила, что раскрытие информации на клеточном уровне, это, как я сейчас уже вижу, это тоже такой… Это ещё одна ступенька, но это вообще даже… Мы даже к верхушке не подошли, к верхушке самого себя. И когда мы говорим, что вот Бог создал по образу и подобию человека, нам к человеку, когда человек, он действительно, у него открываются все вот эти базовые настройки, про которые я говорила, он начинает распаковываться максимально во всех аспектах. Но чтобы к этому подойти, нам нужно сначала подойти к себе как к человеку, потому что изначально мы… Я не скажу, что мы сущности, конечно же, я не сравниваю никого ни с животными, ни с чем, но мы настолько забаррикадировали самого себя масками, ярлыками, какими-то убеждениями, социальными парадигмами, много-много чем. И пока мы вот это вот откидываем, мы как бы на уровне таких каких-то… Ну, не зомби, а вот каких-то вот неосознанного существа, под которым скрывается как раз вот этот человек. Потому что самое мощное, самое могущественное, что есть на этой земле, это человек с его могущественными способностями. И не просто так придумали вот эти гороскопы, это придумали для того, чтобы человек сам себя… Ну, это моё мнение, кто-то может с этим не согласиться, чтобы человек сам себя немножечко как бы принижал. То есть вот я отношусь там вот к этому, там месяц того-то, год того-то, по китайскому календарю тот-то, там какое-нибудь тотемное животное, вот это вот. И вот чтобы какое бы описание мы не взяли, какого-либо, не знаю, там, любой культуры, то под каждым описанием вы найдёте себя. То есть всегда есть в каждом описании 50 на 50. То есть чтобы вы про себя не читали в каком-либо гороскопе, как минимум 50% вы в себе найдёте. Поэтому это такие общие высказывания и общие, наверное, вот эти вот примерочки на самого себя, которые абсолютно не говорят про то, кто мы есть. И это, опять же, увод от самого себя, уход от человека, самого глобального, что есть на этой земле. Сравнивать себя с тотемным чем-либо. Вот, потому что тотемные животные создали, ну, не создали, а как там, не знаю, культуру вот эту ввели, как сказать правильно, не так давно, не так давно по сравнению с тем, как существует человек. Вот. Я как раз про это хотела сказать. Если есть вопросы, то я готова ответить. В Ютубе тоже нет вопросов. Люблю вас всех, автополстаров. Магнит, Арменька, Аммарийка. Так, если из зума есть вопросы, я постараюсь. Я из зума почему-то не могу посмотреть вопросы. Если они есть, зачитайте, пожалуйста, такое возможности. Тут тоже ничего нет. И вот 9 человек разбежались. И загорать после всех лета наступило. Скорее всего, они уже не в курсе, как там дальше, и что почем. Как раз о том, о чем мы с тобой тогда говорили. Это то. Есть один вопрос у меня такой. Вот. Может, я отвечала на него уже? Вот смотри, это... Как вообще, что менялось у тебя? Как тело менялось? Может, какие-то ощущения такие? Может, ребра стали по-другому? Или какой-то там, говорят, какой-то поролун. Там какой-то есть поролун какой-то. Ну, в общем, как ты замечала, как тело менялось само? Кожа, вот все-все. Ну, я абсолютно точно могу сказать, что на определенном этапе я почувствовала, что у меня... Вот когда вот идет внутренняя перестройка, она все равно как ни крути идет. И буквально, наверное, месяца два назад я почувствовала, что мне вот как-то как тяжело такое ощущение, что у меня повело каркас. И я ходила к массажисту, ну, достаточно такой грамотный мальчик, вот, и он мне правил всю спину через... Как сказать-то? Через сухожилие. То есть у меня были на определенных местах натянуты сухожилия, и за счет вот этой вот натяжки сухожилий тянула саму кость, костный корсет. Вот. А что такое натяжка сухожилий? Когда нет достаточно воды в организме, то сухожилия, они становятся как резиновые. То есть они, с одной стороны, эластичны, а с другой стороны, они же собираются. Вот. И я тогда очень четко поняла, что на определенных этапах нужно себя выравнивать и управлять. То есть нужно, чтобы с тобой работал грамотный человек, который тебе поможет дальше выпрямиться. И вот, ну, как бы полный курс я прошла у него, и достаточно так сразу же почувствовала, что там по-другому. Что касаемо прям каких-то внешних изменений, ну, я не столько времени нахожусь на автономии. Я уже говорила, что, наверное, вот эта вот перестройка в организме, она, наверное, пойдет уже года через три. А так могу сказать, что, ну, качество кожи стало друг. Как бы кожа, она стала немножечко другая, то есть не такая, как была, что ли, я не знаю. Но я не могу прям сказать, что прям вот сильно изменилось. Но я могу сказать, что два раза у меня сходили ногти полностью. На ногах два раза, на руках один раз. Вот. Причем на руках не все десять ногтей сошли там, а, например, то один, то второй, то третий начинал ломаться прям посередине, потом отрастал, волосы очень сильно лезли. Причем они так лезли, что прям я думала, что ну все, сейчас я боялась идти мыть голову, потому что думаю, сейчас приду, душ приду с волосами, выйду уже как бы абсолютно блестящее. Вот. Ну, вот такие вот моменты какие-то. Обычно вот, допустим, я как от, ну, где-то с трех месяцев, где-то до восьми месяцев вот идет перестройка. Даже когда ты переходишь или на вегетарианство, или на сыроедение, примерно где-то около года, короче, идет полностью перестройка. Там все перестроится, и кожа, все вот это. Поэтому я хотел у тебя узнать, как вот тут у тебя происходило. Ну, я, может быть, еще немножечко так критично к себе отношусь, потому что, ну, как бы, девочке им все время что-то там нужно, там вот это, вот это. Но я могу сказать, что ребята, вот которые вот у меня на длительных сроках бывают, заходят, там, на сорок дней, вот такие вот, которых я иду. А они, говорят, что прямо, говорит, ну, вот мужчины особенно у них, это они сразу, говорит, сразу видно, говорит, у меня, говорит, кожа стала, ну, сорок с копейками, у меня, говорит, кожа стала, говорит, как у двадцатилетнего. Вот это, да, есть. Тут тебе в любви признаются Владимир Светлов. Люблю тебя, Света, красавица, мотивируешь. Спасибо большое. Мария Солнцева пишет, тепло в Сочи. Да, в Сочи сейчас тепло, наконец-то лето пришло, не знаю, как будет дальше. Но погода именно вот такая, которая прям, ну, для меня вот кайфовая. То есть море еще прохладное и солнышко. Когда море теплое, вот уже немножечко не те эффекты, а когда море прохладное, оно прям, ой, для меня это вообще как, еще купаются, ну, очень мало людей купаются, но для меня вот такая вот погода, такое море, оно для меня, конечно, клевое. Так, где будет проходить встреча в Геленджике 6 июня? Ребят, пишите в личку, пока не знаю. Вот сейчас посмотрели билеты, написано, что на пятый, на шестой билетов вообще нет. Может быть, это какой-то на сайте у них сбой идет, поэтому не могу сказать. Напишите мне 5-го числа или завтра, я уже точно буду знать, мы купим билеты, я уже точно буду знать, когда мы там будем, когда, куда пойдем. И можете присоединиться. Что с зажорами делать? Куда от них бечь? А у вас зажоры были? Зажоры были, когда не было четкого осознания, для чего это все. То есть, когда у вас есть понимание, к чему вы идете, то у вас как бы еда встает на другой уровень, как бы на нижнюю планочку, и у вас она уже не так важна, потому что, смотрите, вот мы сегодня ходили с девочками под альменом, вот, и ее дочка идет и говорит, Света говорит, а что ты, говорит, совсем, говорит, не хочешь кушать? Я говорю, я питаюсь вашими эмоциями. Вам, говорю, приятно? Говорю, я вижу вот это вот, и мне, говорю, приятно. Говорю, я ими питаюсь. Она говорит, понятно. Вот, и четкое есть осознание того, что, смотрите, вы даже над собой можете вас замечать, вы же едите, потому что вы не можете отказаться от определенных каких-то удовольствий своих. И когда вы кушаете что-то, вы получаете удовольствие. И вот через удовольствие, вы же созданы для удовольствия, когда вообще наша планета вертится на определенных вибрациях. И когда мы посылаем планете, ну, я буду так грубо говорить, да, когда мы посылаем планете вот эти положительные эмоции чувствования себя, мы раскручиваем этой вибрацией планету, она продолжает крутиться. Когда мы идем на негативных эмоциях, мы негативными своими чувствованиями останавливаем этот крутящийся момент. И тогда, чтобы планета как бы выжить, она нас старается не замечать. И вы, наверное, видели, что когда у вас хорошее настроение, когда вы чувствуете, что там какой-то азарт, вот за что бы вы ни взялись, вот в этом вот приподнятом состоянии у вас начинается, вы начинаете, вот у вас все получается, вы идете в кайф, в легкости, и все классно. Как только у вас что-то вот происходит такое, и вы вот в этом негативе начинаете просто ввязнуть. И вот эти вот поговорки там, деньги к деньгам, если там где тонко, там и рвется, да, что вот если что-то плохое началось, то типа береница вот этих плохих аспектов начнется. Но это на самом деле не так, просто мы себя вытащить не можем из этого состояния. И вот как раз, что касаемо зажоров, когда вы кушаете что-то, получаете приятную эмоцию, вы начинаете раскручиваться. Закручивается. Но как только вы начинаете зажирать что-то, больше и больше есть, вы получаете негатив для самого себя в первую очередь, ребят, не для кого-то. И когда вы получаете негатив для самого себя, вы останавливаете всю вот вашу вот эту вот, весь ваш вихрь положительных эмоций, положительных действий, положительных результатов, положительных высказываний, встреч, людей и всего-всего. Вы начинаете останавливать, потому что вы уже, когда идут зажоры, вы уже не получаете же кайф от еды. Кайф от еды получается, когда вы что-то едите, максимум три укуса. Самый вкусный – это первый укус, потом второй, третий. После третьего укуса, если вы осознаетесь, то вы уже поймёте, что как бы уже не то пальто, уже нет этого удовольствия. Если у вас получится останавливаться на этом этапе, то вы будете в своих положительных энергиях постоянно купаться. Как только вы будете… Вот эти зажоры вас опускают, останавливают вашу вибрацию для самого себя, и у вас всё просто из рук начинает валиться. Если вы это осознаете, вы это не будете. Если вы… Смотрите, как осознаете. Опять же, у нас любят, да, вот это слово «осознаете». Что такое «осознаете»? Осознаете это никогда. Вот некоторые моменты, которые мы думаем, вот с нами одна и та же ерунда какая-то случается, да. Я вроде это всё знаю, я это всё чётко разложил для себя по полочкам, я это всё осознал, а у меня вновь и вновь это всё приходит. А приходит это потому, что мы это прожить не можем. То есть понимание есть, осознание есть, а перепроживание этого нет. И когда нет этого перепроживания, нам вновь и вновь мы встаём на один и тот же круг, чтобы не просто это осознать и принять, а чтобы это перепрожить для самого себя. И как только мы перепроживаем какое-то определённое чувствование, которое подкреплено каким-то действием, то этой ситуации у нас уже не будет. Поэтому нужно не просто осознать, не просто понять, а именно перепрожить внутри, что это такое. Тогда это всё отвалится. Света, если вы купаетесь в море, потом смываете соль в душе? Или не используете эту воду? Нет, я смываю. Я смываю, мне достаточно приятно смывать. У меня стоит этот фильтр на воде, и она у меня достаточно мягкая. Привет. И пишите алгоритм отхода от питания для начинающих. Типа первое – это то-то, второе – то-то. Подключайтесь в бесплатный чат «Школа автономии», и там очень много ребят рассказывают свой опыт. Может быть, что-то вам подойдёт. Чувствительность к энергетике увеличивается или нет? Как влияет на медитативные практики? Если практикуетесь, поделитесь, пожалуйста. Я не практикую вообще ничего. Вебинар будет онлайн? У меня проходят марафоны онлайн, да. И, по-моему, есть уже, когда будет следующий марафон, уже мы запустили числа. Вот, можете присоединяться. Онлайн тоже будет марафон. Вот. В Ютубе вопросы закончились. Если есть вопросы... Ещё интересно, используете какие-то дыхательные практики? Нет, я вообще никакие практики не использую. Я просто катаюсь на велосипеде, бегаю, плаваю. Мне кажется, что это абсолютно достаточно. Какие-то куда-то себя в искусственное состояние обгонять, чтобы получить искусственный результат, это не про меня. Здесь тоже нет вопросов в чате. А сколько километров на велосипеде? На велосипеде от 30 до 60, типа, разному. Но вот здесь вот в Сочи переехала, и здесь как бы на велосипеде не совсем удобно, потому что здесь такие вот неровности. Вот поэтому я сейчас по набережной бегаю. А сколько километров на велосипеде сказала? Или времени? От часу до трёх пытаюсь. Что ты хочешь? Велигор, у тебя ещё микрофон не включен? Включен. Ну, тогда разговаривай, ещё руку поднял, как бедный родственник. Вот есть вопросы, Велигора. Ага. Я просто проявляю уважение и верность. Я пересмотрел наш прошлый эфир, потом пересмотрел ответ Влада, потом ещё кого-то достал. В общем, всю неделю всех доставал, в конце концов понял, что надо искать все ответы себе. А у тебя уже даже ответы есть. Ты их просто отпрями и перепроживи. Тебе их искать даже не надо. Ты их нашёл уже? Признайся себе в них, и всё. Ну, можно и так сформулировать. Они обычно так приходят. Ты вроде хочешь задать, или как бы пытаешься там что-то спросить, ты уже знаешь сам ответ. Они вот так приходят. Тут, а чат про автоном... Так, сколько, наверное, на лыжах катаюсь? На лыжах не катаюсь, но, может быть, начну. Ссылку на чат по автономии. Ссылки есть под каждым видео, можете присоединяться. Как можно присоединиться к вебинару, точно так же ссылки под каждым видео. В Красной Поляне скупленной. Не знаю, кто там проводит, что проводит. Нет, у меня нет на Красной Поляне ни с кем. Что для вас автономия? Для чего её смысл? Вообще автономия, я уже говорила, что абсолютно дурацкое слово, которое вообще не подходит. Мне проще называть это неедение. Для меня это не смысл неедения. Это просто инструмент для чего-либо. Изначально был инструмент для исцеления самой себя. Потом это был инструмент на чистое тело по-другому ложится информация. А сейчас это не инструмент и не что я захочу, если я поем. Просто для меня это на сегодняшний день неинтересно. Я не вижу смысла уходить в еду, потому что мне неинтересно есть, потому что у меня есть более интересные вещи, которыми я могу себя занять. Но это точно не еда. Поэтому как бы хотите кушать, не хотите не кушать, это ваше право. И вы сами, если тебя когда научитесь чувствовать, может быть, вам придут еще больше какие-то озарения, не знаю, там на еде. Но я точно не видела людей на мясе и на пиве, чтобы к ним какие-то вот прям такие штуки проходили. Но на облегченном питании, да, люди. Просто сейчас школа в том, можно сказать так, что, допустим, когда ты перестаешь есть вообще, просто начинает развиваться и как бы ты начинаешь познавать и тело свое, и в общем... Да. Мировоззрение, оно абсолютно меняется. Просто у нас, видите, я вот сейчас наблюдаю, очень часто бывают люди, которые... которые начинают углубляться вот в одно, то есть они там облегчают питание, переходят на сыроедение или добавляют какие-то дни без еды в свой образ жизни. И они настолько погружаются в одну какую-то грань самого себя, что они теряют все вокруг себя, другого они начинают терять. И они не добиваются никаких результатов, потому что если ты только смотришь на себя с одной стороны, то это абсолютно бесполезно. Но это как сегодня, вот мы, например, были на Дальменах, там вот у меня было два вопроса, и один из вопросов говорит, «Расскажи вот про это». Я говорю, «Ну, это тебе нужно как бы вот самому прийти». Он говорит, «Зачем?» Вот, говорит, «Есть же тот человек, который это прошел, расскажи, зачем мне набивать свои шишки, если ты уже набила, как бы ты же можешь это рассказать?» Я говорю, «Ну, я же это рассказываю, если ты не услышала это, значит, ты еще к этому не готов». То есть это же рассказываю я уже на протяжении длительного времени, если определенные вещи человек не слышит, значит, он не готов к этому. А инструкция такая, что сегодня вот ты должен вот этого, с двух до пяти вот это, с пяти до восьми там вот это, ее не существует, потому что тело у каждого, оно имеет свои какие-то определенные нюансы. Благодарю, Свети. Благодарю, Мария. Физическая сила упала, выросла. Ребят, я на физику не ориентировалась, у меня нет такого, что физическая сила упала или выросла. То есть я на еде, я занималась, мне очень нравилось железо. То есть я, у меня были веса больше моего веса. Вот. И мне определенный момент это нравилось. Сейчас у меня другое, мне больше нравятся какие-то там более естественные, если касаемо спорта, более естественные физнагрузки. Вот. Поэтому как бы упала, смотря с чем сравнится. Но сейчас, например, я такой вес без подготовки не подниму, не присяду с ней, как раньше, потому что нужна подготовка. Поэтому здесь про другое. Нет такого, что физическая сила упала или выросла. Я... Вообще становится и тело, и я сама, и все вокруг меня становится просто другим, иным. Не лучше, не хуже, не упала, не выросла. А просто иным. Экстрасенсорное что-либо появилось. Ну, вот я уже говорила. Были инсайты на недоименах? Да, были, но я их не буду отговорить в открытом эфире. Ребятам я, которые там были, я сказала. Потому что там это касается немножечко политики, поэтому не готова это озвучивать. А вы не боитесь выйти в состояние наорексии? Ребят, посмотрите на меня. Вообще похоже на наорексик. Ничего, да, наорексия очень долго, поэтому не переживайте. Это как бы не про то, а совсем. Очень сильные будут изменения в ближайшие дни во мне самой. Если я в следующий эфир как бы выйду, я думаю, что вы уже там в следующий или через эфир уже сами увидите. Даже внешне. Но тоже не могу в открытом эфире сказать пока. У тебя немножко лицо изменилось, я заметил. Вот тут вопрос, короче, есть. А почему в блокаду умирали? Ну, потому что они голодали. Ну, все же об этом знают. Ребят, голодать. Анорексия – это вообще психологическое заболевание, психическое. Оно никак не относится вообще к еде. Это первый момент. Второй момент, что в блокаду Ленинграда люди голодали. Они не выходили на какие-то познания самого себя. Это же абсолютно разные вещи. Как считаете, за счет чего происходит рост у новорожденных? Нахожусь на грудном скарме, хочется в автономии. Но вы идите в автономию, причем здесь вы и ваш ребенок. Во-первых, молоко у вас не пропадет. Это у вас генетически сформировано, так, организм. Это я могу сказать по себе. Это первый момент. Второй момент, что грудное молоко – это посыл для детей на то, что ему мама как бы говорит, что тебя здесь ждут, тебя здесь ждали, я с тобой, чтобы он, ребенок, чтобы четко понимал, что у него здесь поддержка, что его здесь никто не предаст, что он здесь нужен. То есть это вот для этого. Он постоянно прикладывается к груди. Потом физиологически правильно было бы для ребенка не давать ему какие-то прикормы, а он должен сам исследовать ту территорию, на которой он находится. То есть по-хорошему это для начала, вот он ходит, там какую-то травку отщипнул, он ее пробует на вкус. Веточки, палочки, потом добирается до ягодок, потом добирается до кустиков, потом до невысоких деревьев, потом до высоких деревьев. Вот так вот происходит познание мира, даже если мы говорим через еду. Это те этапы, до куда он может добраться самостоятельно. Но это не про то, что я ему даю экологически чистое мясо, и даже туда не добавляю специи, какая я молодец. Это же не про это. Сейчас-то понятно, что нет, но вдруг засосет, и дело дойдет до нее, до анорексии. Но, ребят, как дело начнет доходить до анорексии, я думаю, что вы все приедете и меня оттуда вытащите, накормите мясом, напоите пивом, и я думаю, что все будет нормально. Вы мне не дадите умереть. Это точно. Опять же, мы очень часто любим говорить, а что будет тогда, а что будет вот это. Мы очень хотим узнать, что будет в будущем, но вы не можете понять единственного. Когда вы не научились жить в моменте, у вас вообще будущего нет. Когда вы научились жить в моменте, то будущее перестает для вас существовать, вы находитесь в моменте. Как только вы задаете какой-либо вопрос про будущее, значит, вы на маленьком, низком уровне самопознания себя, что вы даже не можете окунуться в момент. Вы здесь не живете. Но если вдруг начать не едете, кормить ребенка, пойдут у мамы чистки, и может быть вредно ребенку. Ну, мама же не... Она... Ребят, смотрите, мамы пойдут чистки. Мама вообще на неедении я... Ну, это прямо вот совсем редкий-редкий случай, когда вот что-то вот так вот перещелкивает, и ты просто отказываешься от еды и жидкости. Но вообще, когда выходят на неедение, то оно же идет постепенно. Но сделайте это более экологично. Я же вам сейчас рецепт не могу дать, как это сделать кормящей маме, потому что я сейчас скажу, и там еще сколько-нибудь кормящих мам скажут, о, я же тоже кормлю, значит, мы одинаковые. Значит, мне это тоже подходит. Это не так. Можно достаточно экологичным путем перейти на, как минимум, малоедение. Но это нужно смотреть каждый организм. Это не только физический организм, но и психический, и психологический. И только тогда, после этого, можно вообще составить какую-то картину, как можно облегчить свое питание. У вас было так, что я веду? И, с одной стороны, если есть вопрос, как бы тогда уже придет заблуждение. Поэтому, скорее всего, наверное, лучше докормить ребенка, а потом уже, когда он будет нормально есть, уже заняться собой и дальше. Наверное, так будет правильно. Но облегчить питание оно может на любом этапе, но прям вот облегчить прям потихонечку, да? Можно? Как строить планы, если существовать в моменте? Очень просто. Очень просто. Я уже говорила, у нас в закрытом клубе Live Room есть даже несколько эфиров про то, как можно идти к своим целям, как можно ставить свои цели, потом возвращаться в состояние до мысли. и в благости идти к тем моментам, которые мы захотели. Здравствуйте. Как работает память на автономии краткосрочной, долгосрочной? Запоминание информации, воспроизведение ее. Как работает память на депривации? Да нет памяти. Все, что у нас есть постоянного, это значит нет нас. Постоянное может быть только, когда вот вы, пока вы разлагаетесь в земле, вот это вот постоянное разложение. Все остальное у нас идет в движении. И когда мы говорим, ой, память какая-то, вы научитесь брать информацию, которая везде, повсюду. И тогда зачем вам память? То есть есть, конечно, определенный аспект, там кто я, где я живу, там какие-то еще, но вся информация, которая идет, она просто проходит через тебя. Она через каждого может пройти. Просто многие заблокированы люди. Вот, а так информация есть повсюду. И когда тебе нужно, и когда тебе нужно, ты все равно можешь всегда доставить то, что тебе, допустим, из памяти нужно. Поэтому здесь как бы нет проблем вообще с этим. База информации нет. Она как бы информация вокруг нас везде, да, ты просто ее берешь. Да. Светлана, как вы считаете, можно ли иметь лишний вес на неедение? Да, конечно, можно. Причем здесь вообще вес никак не связан с едой. Все же об этом знают. Вы же все прекрасно видите людей. Вот, например, смотрите, а там, ну, просто, вот, я не знаю, только утюга не хватает. Вот там прям такая вот доска. И ест она прямо как не в коня, как не в себя, вернее. Там вот она ест и ест. Думаешь, ну что ж тут такое? Метаболизм хороший. Хотя тут дело вообще не в метаболизме, если копнуть дальше. А на другого смотришь, вот она идет, она мимо булочной прошла, и все, у нее плюс 5 килограмм. А она просто только одной ноздрю и понюхала. Это же не про это. Это же психосоматика голимая. Вот тут вопрос, Свет. Ага, давай. У меня сухари 21 день. Короче, 21 день у него сухой, но я плаваю в море один раз в день. Это не зачет. Думаю продолжать пока лето. Очень комфортно. Смотрите, ребят, я поняла вопрос. Есть лечебное голодание. Лечебное голодание есть на воде. Есть лечебное голодание сухое. Есть лечебное голодание без соприкосновения с водой. Это все голодание. Если мы говорим о существовании вне еды и вне жидкости, то это говорит о том, что у вас абсолютно нормальный здоровый образ жизни. Просто внутрь себя вы не скидываете, какой-либо еды и жидкости не закидываете. Ваше тело берет воду из воздуха, из природных источников. Ему это вполне достаточно. Вот тут Владимир Светлов, который тебе в любви признавался, теперь он спрашивает, а вы пробужденная? Я не разбираюсь в этих словах, поэтому они для меня не актуальны. Я не знаю, как они. Пробужденная, просветленная. Если влюбился, то да. А ты знаешь этого Владимира Светлова? Это не тот, который хотел возле тебя палатку поставить? Нет, там девушка была. А девушка? Ну ладно. А то они тут хотят приехать к тебе в Геленджик 5-6 человек. Ну, наверное, сначала нужно будет спросить, скорее всего. Да, вы мне напишите уже завтра, если мы купим билеты, я уже скажу, в личку напишите, я скажу, когда и где. Потому что я там ничего не знаю, меня поведут там девчонки, и они скажут, куда и как подъехать. Он спрашивает, а где поставить? Что поставить? Палатку, что ли? А, они с палатками приедут. Ну, тут к Светлане обращайтесь тогда. В личку спрашивайте, не ко мне. У меня замигала батарейка, у меня сейчас все выключится. Ну, что-то, тогда будем заканчивать, раз вопросов нет и ничего. Спасибо большое, Света, что заходила к нам. Все, спасибо вам огромное, спасибо за вопросы, спасибо, что приглашаете, очень с вами приятно. И следующий эфир, скорее всего, будет уже из Гленджика. Ну, давай, пока. Все, спасибо, пока. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok